Уважаемый Владимир Владимирович, вынужден обратиться к вам, доведенный до отчаяния, коллектив среднего и младшего медицинского персонала детского инфекционного отделения Приглазовской межрайонной больнице в связи с нарушением наших трудовых прав. Наше отделение единственное на севере Удмуртии, которое оказывает необходимый спектр медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями. Изначально мы рассчитывали и верили, что надзорные инстанции в лице прокуратуры и государственной инспекции труда в Удмуртской республике, куда бы мы предпринимали попытки обратиться за защитой своих прав, встанут на нашу сторону. Но на самом деле все это бесполезно. Страшно, когда надзорные инстанции закрывают глаза на вопиющее нарушение и откровенный призвол. Самая главная проблема – это низкая заработная плата. По данным Удмуртстата, за 10 месяцев 2023 года средняя заработная плата в Удмуртии составила более 54 тысяч рублей. Более того, по отчетам чиновников она растет. Однако почему-то мы, несмотря на возрастание нагрузок, не видим никакого увеличения зарплаты. Напротив, получая каждый раз расчетные листки, мы видим лишь уменьшение заработной платы. Фактически, зарплата в расчете на одну ставку медицинской сестры после вычета НДФЛ составляет 19-20 тысяч рублей, а зарплата младшего медицинского персонала – 19 тысяч. Выжить на такую зарплату, прокормить семью практически невозможно. И это происходит при постоянном росте цен на продукты первой необходимости и росте цен на коммунальные услуги. Считаем, что зарплаты среднего и младшего медицинского персонала на одну ставку должны быть не ниже этого показателя. Отдельно стоит обратить внимание на жуткую несправедливость, с которой мы вынуждены столкнуться в своем регионе. Дело в том, что мы, как положено, оказываем медицинскую помощь и до сих пор продолжаем оказывать ее пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Однако, никаких доплат в размере 25% от эклата мы до сих пор не получали. Не получаем мы из специальных социальных выплат, предусмотренных постановлением правительства Российской Федерации номер 2568, несмотря на то, что непосредственно участвуем в оказании первичной медико-санитарной помощи детскому населению. Нам непонятно, почему наше руководство не желает нам выплачивать законно заработанные нами деньги. Ведь эти доплаты идут не из кармана работодателя. Нам непонятно, почему надзорные инстанции в лице Глазовской межрайонной прокуратуры на весь этот произвол закрывают глаза, абсолютно не предпринимая никаких действий. Кроме нищенских зарплат, мы также вынуждены столкнуться и с произволом работодателя в сфере соблюдения условий труда. Так, на протяжении длительного промежутка времени наш работодатель знакомит нас с графиками сменности не за месяц, как требует закон, а со значительными задержками. Убедительно просим вас, Владимир Владимирович, вмешаться в ситуацию и разобраться с нашими проблемами. Почему при выполнении плана мы получаем такие нищенские зарплаты? Почему бездействуют надзорные органы? Кроме вас, надежды больше нет ни на кого. Продолжение следует...